Как предполагал, я перед этим говорил, что будет игра очень сложная. Сложная, потому что мы все-таки тяжело вскрываем оборону команд, которые большим количеством обороняются. Это показал первый тайм, хотя моменты были и достаточно неплохие. Но второй тайм я удовлетворен. Хорошей игрой было очень много моментов. Другое дело, не могли никак реализовать. А то, что созидание, оно было очень хорошее, за исключением последнего удара. Но это футбол, не всегда моменты превращаются в уголы. Ранняя замена связана с тактическим перестроением. Потому что, не потому что он неудачно играл, он нормально играл. Но ему нужно было больше подключаться в атакующие действия. И как бы дополнять атаку, как второй опорный хаубек, ну, не совсем получалось, может быть. И нам нужен был еще один игрок атакующий. И поэтому мы и выпустили атакующего игрока. Не, не, не понял. Рекорд какой был? 10 очков. Но мы должны же рекорды побивать. Что же, кубок мы завоевали. Дальше мы должны еще какие-то рекорды старые бить. Мы для этого предназначены. Это хороший, хороший результат. Но вообще я на эти рекорды. Я знаю, что это какая-то там победа большая, локомотива тоже. В день железнодорожник, кстати, очень тяжело выигрывать. Большая ответственность. Во-первых, игроки понимают, что они должны порадовать компанию РЖД. Они должны всех железнодорожников порадовать. И это, иной раз, такое давление, оно играет не лучшим образом. Слава Богу, то, что выиграли. Хабаровск, во-первых, Хабаровск уже здесь давно находится. Он акклиматизировался. Им сложнее, когда они приезжают из дома сюда играть. А когда они здесь постоянно находятся, они в хорошем физическом состоянии были. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова